Канайби являлся одним из ключевых фигур в борьбе с джунгарским нашествием. Есть исторические свидетельства о том, что он был правителем Ташкента, который по некоторым историческим сведям на то время считался столицей казахского ханства. Отлично справился он и с дипломатической миссией в отношении к империи Цинь. Сегодня имя Канайби носит улицы, городов и сел. Данная инициатива является весомым вкладом в духовном возрождении, считает потомок Бея и Эрмек Даутов. Я потомок Канайби в девятом поколении. Он в свое время был одним из доверенных лиц Аблайхана и вел активную дипломатическую деятельность по объединению трех жузов. Его жизненный путь является примером для молодого поколения. В исследовании правосудия Беев заинтересованы представители Акмольдского областного суда. На сегодняшний день особенно актуальным являются исторические методы примирения сторон, современная медиация, то есть досудебное решение споров. Нынешняя судебная система должна всерьез изучить деятельность Института Беев. То, что мы сегодня называем медиацией, веками было основным инструментом в правосудии Великой Степи. Сейчас мы к этому возвращаемся. По республике показатели примирения сторон выросли на 10%. Это нас очень радует. Канайби был захоронен рядом с Ханом Аблаем в мавзолее Ходжа Ахмеда Есауи в Туркестане. Это свидетельство о его заслугах перед народом. Сегодня его опыт примирения сторон применяется в современной судебной системе. Так, в Бурабайском районе создан Совет Беев. Ими было рассмотрено 11 административных и одно уголовное дело. Но Султан Ибраев, Алганбек Монарбекул, Боржан Смолгулов, Алмаз Адвакас, Окси Аппарат.